Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал Россия. Школьница из Карачаева-Черкесии Милана Мурадзян стала победительницей всероссийского конкурса «Новый дорожный знак глазами детей». О том, как Милана готовилась к этому конкурсу, какую тему она представила и насколько эта тема важна для общества, об этом в эти минуты в нашей студии Милана расскажет моей соведущей Бэйли Джозаевой. Доброе утро всем, доброе утро Милана. Доброе утро. Замечательно, что ты сегодня пришла к нам в гости. И я тебя хочу сразу поздравить с тем, что ты стала победительницей всероссийского конкурса «Дорожный знак глазами детей». Спасибо. Я считаю, что это хорошее, большое, знаменательное событие в твоей жизни, да и в жизни нашей республики. Мне бы хотелось узнать у тебя, как ты готовилась к этому конкурсу, откуда ты о нем узнала, вот расскажи. Ну, я узнала о конкурсе от своего классного руководителя. Так как наш класс, они юные инспекторы дорожного движения, я уже участвовала в конкурсе и решила поучаствовать и в этом конкурсе. Ты учишься в третьей школе, верно? Да. А в каком классе? В седьмом Б. Что касается самого конкурса, расскажи, пожалуйста, что ты представила. И насколько я знаю, вот для тебя эта тема особенно важна. Тему раскрой. Ну, вот я лично за безопасность, потому что если и дети, и взрослые будут переходить в положенном месте, то тогда будет обходиться без происшествий. На конкурсе я предоставила вот этот вот рисунок. Ну, ты сама придумала дорожный знак. Да. То есть и тему, и вот воплощение – это все твое авторство. Смысл этого рисунка, расскажи. Ну, вот здесь мама переходит дорогу вместе с ребенком, только мама не обращает внимания на дорогу. И тот же слоган – «Осторожно, водитель, на дороге халатный родитель». То есть здесь нужно быть осторожным и водителю, и ребенку. То есть это не столько обращение к детям, сколько обращение ко взрослым? Да. Это очень важная тема. Конечно, безопасность детей на дорогах, она стоит остро. И хорошо, что вот такие дети, как ты, участвуют в таких конкурсах и выражают свое мнение. Сама ты очень, наверное, осторожна на дорогах. Стараюсь. И, наверное, с тех пор, как стала участвовать в этом конкурсе. Да. Я знаю, что помимо основного твоего занятия, то есть учебы в школе, у тебя множество увлечений. Мне бы хотелось узнать о них. Ну, я, если, например, в школе проводятся всякие мероприятия, конкурсы, то я участвую, стараюсь участвовать почаще. Ты поешь или что? Ну, смотря как. Например, если там какая-то групповая, то могу петь. У нас же отряд юных инспекторов движения, поэтому мы с нашим классом можем провести какой-нибудь флешмоб. А что ты любишь читать? Ну, даже не знаю. Имеется в виду художественная литература? Ну, больше я читаю литературу школьную, по школьной программе. А какой любимый предмет? Алгебра. Скорее всего, ты выберешь точную науку. Скорее всего. Ну, вот я не могу у тебя не спросить, потому что через какое-то время ты школу закончишь и будешь выбирать себе профессию. Она будет связана с безопасностью на дорогах? Да. Но я еще пока не определилась, но надеюсь, что поступлю в школу МВД. Я желаю тебе удачи, я желаю тебе новых побед на новых конкурсах. Хорошо, что ты пришла к нам в гости. Спасибо. Удачи тебе. Спасибо. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия-1». Ровно в 9 смотрите программы на абазинском языке, а в 14.30 в «Вести» с Ашемезом Пхешховым. Удачного вам дня и до встречи в эфире. Московский индустриальный банк Дарите эмоции. 585-Золотой. Садово-огородный центр «Симбат» предлагает все для весенней посадки. Семена, удобрения, укрывной материал, средства для весенней обработки сада. Ждем вас по адресу Черкесск, Балахонова, 70. Телефон 21 70 71. Долгожданное открытие Кисловодского цирка с 13 марта. Московский цирк Никулина представляет. Грандиозное цирковое шоу династии Багдасаровых. Планета 13. Биберленд. Миру сыр. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова